С недоумением воспринимаем продолжающиеся попытки обосновать резкое снижение выдачи гражданам России американских виз, нехватка персонала в консульских учреждениях, да еще и обвинить в этом российские власти. Именно в таком духе ситуацию вновь подавал руководитель консульского отдела посольства США в Москве Тоби в интервью независимой газете 19 апреля. Действительно, положение с выдачей американских виз в России крайне удручающее. Официальный срок ожидания визового собеседования, который в августе 2017 года был увеличен Вашингтоном до 85 дней, недавно растянут вообще до 250 дней, то есть составляет теперь 8 месяцев. Иными словами, обращаться за визами становится бессмысленным. Виновата, однако, отнюдь не российская сторона. Когда Россия в прошлом году после многочисленных враждебных выпадов США потребовала уравнять взаимное дипломатическое присутствие, решение о сокращении именно работников визовой секции было принято в Вашингтоне. При ответном выдворении в конце марта американских дипломатов, что стало реакцией на массовую выслуху наших коллег, ни один консульский сотрудник, персонал Нонграта не объявлен. Весь персонал американского генерального консульства в Санкт-Петербурге, деятельность которого прекращена, опять же, в ответ на принудительное закрытие российского генконсульства в Сиэтле, переведен в Москву, так что визовой работе ничего не мешает, было бы желание, а его у США явно нет. Визовая блокада выстраивается Вашингтоном абсолютно сознательно и преднамеренно в качестве дополнительного рычага давления. Там целенаправленно отыгрываются на российских гражданах за независимый курс России на международной арене в массовом порядке срывая поездки в рамках деловых, культурных, научных, просто семейных и дружеских связей. Власти США словно боятся, что приезжающие россияне раскроют простым американцам глаза на нелепость антироссийской пропаганды, которую им навязывают и потому целенаправленно препятствуют контактам между людьми. Уже даже нельзя исключить, что наши страны останутся без авиационного сообщения. Аэрофлот, который единственный совершает регулярные рейсы между Россией и США, может оказаться вынужден их прекратить, так как экипажи испытывают возрастающие трудности с получением американских виз. И это несмотря на то, что, как справедливо указано в комментарии независимой газеты, обязанность заблаговременно предоставлять визы для персонала российских судов зафиксирована в российско-американском соглашении о воздушном сообщении от 1994 года. В таких условиях странно выглядят претензии представителей США насчет того, что МИД России напоминает им об их обязательствах, в том числе неоднократными обращениями о необходимости выдачи виз пилотам аэрофлота. Или о том, что если на американской территории устраиваются международные соревнования, власти должны обеспечить доступ всех спортсменов, в том числе российских. История с невыдачей виз сборной по вольной борьбе, которая была приглашена в начале апреля участвовать в Кубке мира в Iowa City, наглядно продемонстрировала дискриминационные отношения к нашим атлетам и, надеемся, заставит рассмотреть в международных спортивных федерациях вопрос о том, можно ли впредь доверять США принимать подобные турниры. Конечно, жаль, что в Вашингтоне предпочитают рвать связи между нашими народами, в том числе визовыми препятствиями. Никакие неуклюжие объяснения эту порочную линию заретушировать и оправдать не способны. Со своей стороны, наоборот, рады приезжающим в Россию американцам. Рассчитываем, что граждан США, которые захотят посмотреть нашу страну своими глазами, будет становиться больше, поскольку прямое общение – лучший способ укрепления взаимного понимания и доверия.